Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас не очень вижу, потому что я же здесь рог звезда в лучах софитов, все светит у меня. Вас я не вижу, не вижу, и, видимо, буду говорить при известной степени вслепой, не видя вашей реакции. И то, что вы уже засыпаете и заскучали, я тоже не увижу. Поэтому вам придется дать мне какой-нибудь знак в этом смысле. Ну, зовут меня Виктория Белопольская, я программный директор Артоп-феста. Мы много лет, практически с самого начала фестиваля работаем вместе с Виталием. И в последнее время, когда фестиваль пережил драматические изменения, вы знаете, что у нас теперь две в Риге, и окончательно переехал в Ригу, две программы. Одна называется Артоп-фест Оупен, и вторая Артоп-фест Болтик-фокус. Я теперь занимаюсь только Артоп-фест Оупен, Болтик-фокусом занимается наша латвистая коллега Ваева, она же продюсер в фестивале. Идея была в том, чтобы я, как человек, который много лет занимается, так сказать, фестивальным движением, я работала 20 лет отборщиком Амстердамского фестиваля документального кино «Итфа». Виталий любит его называть «Документальными ханами». И консультирую в Визионс Дюэль в Ньоне в Швейцарии, совместно много мы работали с Лейпцигом, с Лейпцигом, с Лейпциг-доком. И в этом смысле у меня как бы есть некоторый фестивальный опыт наблюдения фестивалей до известной степени извне. Не как вот мы перейдем к практической более, прямо скажем, ценной части Марианны. Так, нет, можно я закончу? Моя часть будет не уходить. Моя часть будет более теоретическая. Я просто расскажу о питчер-форумах, о тренинг-программах. И потом смогу разослать всем этот файл. Я надеюсь, мне помогут коллеги. Для того, чтобы вы могли воспользоваться этими просто адресами, интернет-адресами. Виталий. Прежде всего, замечательно, что мы очень фруктуально начинаем ровно в 10. Я почему-то думал, что будет 5 минут опоздать. Но я хочу представить особым образом наших сегодняшних выступающих. Почему? Что? Почему как бы? Как бы особым образом. И как бы отступающих. Виктория Белопольская, она является с первого года программным директором «Артоп-фест». Многие годы работала редактором документальных проектов телеканала «Культура» в России. И главным образом она очень хорошо владеет вопросом международного продвижения картин из бывшего советского блока. Потому что является сотрудником главного в мире фестиваля документального кино «Идфором Сэндай». И, по сути дела, через ее руки проходят картины, которые потом поступают на главный отбор. И в этом смысле ее опыт носит не столь, конечно, и теоретический характер, но и очень практический характер. Она хорошо понимает, что конвертируется, и что востребовано, и что является тем креативным документальным кино, которое ждут из наших стран Виктория. Мариана Каат – эстонский режиссер документального кино, очень успешный. И, что бывает нередко, но для нас очень важно, и продюсер документального кино. И она сама работала на материале и российском, и украинском у нее. Надеюсь, вы видели такая замечательная, знаменитая картина «Шахта номер 8», снята на востоке Украины. По-моему, сейчас это «Луганская народная» или «Донецкая народная»? Донецкая, я думаю, потому что в Донецке там не ближе. Да, наверное. Эта картина сделана задолго до войны, но она очень важна и сегодня тоже. И новая картина «Марианны. Пример, которая будет на крупнейшем североамериканском фестивале «Хот-дог» в Торонто». Сделана в России в течение нескольких лет, она снимала картину в Екатеринбурге о так называемом уже точном возрождении «Русского духа». Марианна была эстонским ко-продюсером моей картины родной и много работала с другими афрами. В этом смысле ее часть доклада тоже носит теоретический, но очень практический смысл. Вот, пожалуй, все. А теперь я возвращаю микрофон к Викторию. А Егор далеко мне, просто совершенно не подходит это горизонтальное листание. Мне нужно именно вертикальное обычное с лифтом листание. Потому что оно здесь сбивает смысл. Так вот, поскольку у нас отток школы и вам хочется, я думаю, получить какие-то практические знания о международных возможностях, то для молодых начинающих документалистов, то мне казалось важным, чтобы рассказать о тренинг-программах для документалистов, которые существуют в мире. В сущности, их довольно много. Ну, например, есть знаменитая программа Sundance Institute, института фестиваля, и у них есть замечательная документальная программа. Но все, что касается Америки, это довольно индивидуальная вещь для каждого из вас. И попадание в их программы – это просто такая отдельная акция. Поэтому, например, американские возможности я не особенно затрагиваю, потому что это отдельная работа, это вовсе не сущенки, это разные формы поддержки. В том числе есть документальная лаборатория, есть монтажная лаборатория, это, может, 50 примерно, по-моему, в институте Sundance. Поэтому этим вы можете поинтересоваться там сами отдельно. Но я глубоко убеждена, спасибо, Игорь, но я глубоко убеждена, что как азиатским, так и европейским документалистам из наших регионов есть смысл сосредоточиться на европейских возможностях. И, опять же, есть смысл начинать с тренинговых программ. Но если вы еще не сделали буквально свой первый фильм, который имел какое-то звучание, то вам, конечно, стоит сосредоточиться на европейских тренинговых программах. И, с моей точки зрения, главное, и, при этом, я не понимаю, как слистать. Как вам? Сейчас. Наведите курсорный текст и стрелочками слистайте. А где стрелочка? А справа от вас, внизу. Так. А стрелочками на клавиатуре? На клавиатуре? Да. И вот ниже, 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 и у вас он будет листаться. Вот так. Так вот. Самое интересное и самое, в общем, мне теперь кажется, доступное даже и для российских документалистов, буквально российских документалистов, живущих в России, до сих пор это исток платформ, платформа института документальных фильмов в Праге. Их главная площадка – это фестиваль «Куихла» и документальный фестиваль, который в последние годы набирает именно в Восточной и Центральной Европе, в смысле последующей реализации фильмов, их дистрибьюции, с каждым годом все больше очков. И поэтому, мне кажется, что попадание в тренинговую программу «Издок платформ» очень важно и очень полезно. Наиболее после тренинговой программы можно попробовать на конкурсной основе, как обычно, на пичинге, оказаться в экс-ориенте пичинг-форуме. Он происходит также в Чехии, в регионе Высочино. И последние российские фильмы, ну то есть фильмы российских документалистов, последние фильмы начинали свой путь именно там. Например, проект Маруси Сараячковской, режиссера и Ксении Габченко, продюсера «Как спасти мертвого друга» начал свой путь на экс-ориенте. И много проектов из нашего региона первую поддержку, тренинговую и пичинговую поддержку, причем тренинг, надо об этом сказать, что тренинги возможны в разных направлениях. Есть монтажный, есть постпродакшен, есть в каждом случае вы смотрите программу, тренинговую программу разных того или иного, такой или иной институции, и в этой ситуации должны понять, насколько она Вам нужна или полезна. Вот, например, в фестивале «Визионс Дюрель» в Швейцарии, в общем, сейчас третий по значимости в Европе, он проводит свою док-лэб, документальную лабораторию, конкретно по постпродакшену, по монтажу и звуку. И тренинговые, они принимают рапкаты и с помощью тьютеров, а тьютер главная фигура любой тренинговой системы, и с помощью тьютеров формулирует предложение по монтажу проекта по уже существующему рапкату. Причем с тьютерами бывают и последующие вещатели, так сказать. Люди там условно с коммерческим методом, с каналов, на которых возможно размещение документального проекта. Так вот, далее я хотела бы Ваше внимание обратить на перминале Talent Campus. Вы, наверное, о нем уже знаете, поскольку он существует уже много лет. При втором по масштабу большом фестивале европейском, там есть программы по разным направлениям, но есть программы и, бывают программы и для критиков, и, естественно, для документалистов. Но мне кажется, в кампусе, в перминале Talent Campus, очень важно то, что там, вот, собственно, кампус и перминале College, образовательная программа, они напрямую связаны с европейским кинорынком. И таким образом тьютерами могут выступать влиятельные люди в европейской киноиндустрии. К тому, чтобы завязываются контакты между представителями разных стран с последующими возможностями по продукции натуря. И примеры такие известны. Далее... Очень интересная... Что тут такое? Компьютер почему-то не принимает мой файл. Очень интересная программа... Извините, но не воспроизводится файл правильным образом. Очень интересная программа венецианского фестиваля. Надо сказать, что вот всё то, о чём я пока говорю, оно относится и к будущим игровикам, то есть и к игровому кино, и к документальному. И вот Venus Production Bridge – это программа венецианского кинофестиваля. Она распространяется и на игровое, и на документальное. И интересно, что эта программа вместе с Биеннале Колледж... Вот меня не воспроизводится, извините. Вместе с Биеннале Колледж – это тоже тренинговая программа для молодых кинематографистов. В Venus Production Bridge возможно представление именно по продукционным проектам. Проектов, которые ищут европейскую продукцию. Это... Мы знаем, что это очень полезно для получения... Участие в Production Bridge очень полезно для получения возможного участия итальянских телеканалов, на которых документальное кино, на целом ряде телеканалов итальянских, документальное кино очень востребовано. И поэтому Production Bridge, в общем, дело полезное. И надо попытаться... Я считаю, что надо попытаться в нем участвовать. Ясно, ряд игровых картин из России получали... Имели успех на Production Bridge. Ну, например, дебютная картина... Тамара Донбурей была поддержана на Venus Production Bridge. То есть, с моей точки зрения, даже в новых условиях, при определенном содержании проекта, это всегда вопрос, я поговорю об этом позже, при определенном содержании проекта, даже при нынешних политических ограничениях, для российских режиссеров существуют определенные возможности. Интересная программа существует у Туринского фестиваля. Туринского фестиваля, который ориентирован на первые дебютные и вторые фирмы, что ориентированы они на поддержку именно, что дебюта. Поэтому, и в том числе, особое внимание они уделяют дебютам из Азии. Есть смысл, с моей точки зрения, обратить на них внимание, несмотря на то, что Туринский фестиваль, ну, это не событие масштаба перлинали или монстры фенецианцев. Вот, интересная инициатива Роттердамского фестиваля, главный, в данном случае, их финансовый партнер для продюсирования, это голландский, низерландский Купер Боллс Фанд, поддерживающий как игровое, так и документальное кино и специализирующийся на картинках, все-таки, артистической направленности. Они, поскольку Роттердамский фестиваль провозглашает, в общем-то, себя и практически показывает во многом кино, пересекающие разнообразные границы и представляющие такой художественный поиск, то вот в случае, если у вас есть проект, который ориентирован на, ну, такое артистическое самовыражение автора в большей степени, чем на, скажем, социальные вопросы, вам есть смысл обратить внимание на Купер Боллс Форд, чьей главной площадкой является Роттердамский фестиваль. Вопрос по желанию. Конечно, очень важно понимать институции, которые могут тебе помочь в продвижении твоего проекта. Но, может быть, дать какой-то гость координат, кто в какой момент может посчитать для себя возможным обращаться в ту или иную институцию, учитывая, что среди наших слушателей режиссеры разных, на данный момент разных уровней готовности, разных квалификаций, может быть, сразу как-то ориентировать, потому что понятно, что если картина уже состоялась, она очевидно востребована через какие-то другие показатели, если в ней уже есть какое-то участие других ко-продюсеров, тогда этот путь более понятен. А если наши слушатели только начинают свою первую картину, она может быть вполне очень успешной, как, например, казахский фильм в свое время «Милана» Мадина Мустафина. Это была первая абсолютно картина, сделанная без бюджета на маленькую камеру, но у нее была судьба, и если бы она, допустим, знала о существовании этих платформ, ее судьба могла бы быть больше. То есть, может быть, ты как-то сориентируешь, кому в какой фазе, в какой стадии куда обращаться. Ты понимаешь, в последнее время, я вот вчера специально изучала, что происходит в каждой из этих институтов. У них теперь раньше было как бы проще. Условно говоря, вот Кумра при фестивале в Дохе, большой фонд, он ориентировался на финансирование проектов, связанных с азиатскими и часто мусульманскими темами. На финансировании, начиная с фактически заявки, с синопсисом, с питчернг-дека, ну, как это я остановлю несколько позже. Сейчас они объявляют лаборатории, тренинговые лаборатории, в зависимости от своего ощущения, что нужно индустрии в данный момент. Вот, например, всегда была Равкат-Лэб на Визион с деревьев, где, это у неё не в Швейцарии, где они всегда занимались Равкатами, и тьютеры подвигали свои предложения по главным образом монтажу. Причём часто смысловому монтажу, чем художественному. В этом году, то есть в прошлом году, не было Равкат-Лэб была лаборатория по поиску своего сын-сагента, по реализации, по поиску реализации проекта ещё до его завершения. Они теперь начали... Они ушли от своих устойчивых, что ли, вот, программ для молодых документалистов. Или вот, например, Амстердамский фестиваль, у него есть Итфа Академи, и в прошлом году, это все... Значит, они там занимались по... Ну, то есть они отбирают людей из разных стран, создают группы, летом три недели они за ним просвещаются насчёт того, что такое документальное кино вообще с помощью тьютеров из разных стран, продюсеры отдельно, там могут быть режиссёры отдельно, но вот занятия во время фестиваля у них было только по столе Теллина. Вот не было ничего. Ни монтажа в буквальном смысле, ни драматургии как таковой, а вот именно создание заманчивого проекта посредством правильного изложения, что ли, истории. Вот только по столе Теллина. То есть я тебя правильно сейчас понимаю, что ты, по сути, предлагаешь всем, кто сейчас находится в этом зале, у кого есть фильм или проект на любой стадии развития, смело начинать использовать вот эти данные, эту информацию, которую ты сообщаешь, и пытаться продвигать через эти институции. Я считаю, что... Я поэтому о них рассказываю, что я считаю, что вам следует обращать внимание на эти институции, я поэтому и предлагаю подозвать этот файл там с адресами, смело обращать внимание на эти институции и находить в их программах ближайших их... Ну вот они объявляют как-то о своих наборах, находить в их программах нужный для себя путь. Ну вот... То есть не искать сначала какие-то региональные пичинги, какое есть и в Казахстане, и в регионе, и... Я не знаю, что сейчас в России, но пока не менее там... Какие-то более региональные институции для как бы проверки... Ну, сверки часов. То есть насколько через первый шаг ты можешь пройти, чтобы потом, встав на эту платформу, уже идти дальше. То есть быть более смелее, наглее даже, может быть, вот так вот сделать. Ты понимаешь, какая история? Мне кажется, что очень важны для всех молодых документалистов вот эти тренинговые программы. Еще до всяких питчингов, до того, чтобы подавать свой проект с целью искать финансирование по продуктам, с продюсерам и так далее. Мне кажется, что очень важно войти в эти тренинговые программы, в какую-то одну из этих программ, для того, чтобы обрести примерное понимание того, что тебе пригодится в качестве навыка при уже работе на отличных платформах. Да, конечно. На самом деле, я согласна, что тренинговые программы это супер, это всегда полезно, даже режиссерам, которые, ну, что состоялись в этой системе, это всегда полезно. Но тут один вот нюанс. Я не знаю, поскольку мы говорим о студентах, это же ты студенты, да, киношколы. Если честно, я сам, вот, Виталий не сказал, но я вообще доцент, я преподаю документальное кино в Таллине, в Виталийском университете, у нас есть киношкола тоже. Называется Baltic Film Media Communication School. И я так считаю так, что если ты студент, то учись пока в школе, и есть огромное количество фестивалей студенческих фильмов или там фестивалей, где есть программа для студенческих фильмов, да, то есть туда бы ваш шанс более реальный, потому что ты соревнуешься с такими же, да, людьми. И более того, если ваш фильм выбирают туда, то вы попадаете в эту среду, у вас начинается, так сказать, вы начинаете выращивать свой круг, да, профессиональных друзей, знакомых, и от этого начинает дальше развиваться ваша карьера. Ну, по-моему, уже. Да, да. Вот сегодня то же самое, да, то есть вы между собой уже познакомились, какие-то идеи новые возникли, кто-то нашел там себе в команду кого-то, да, то есть это вот студенческая жизнь, и я не считаю, что прям студенту даже тут взорваться в эти большие печеньки, просто там совершенно другой уровень конкурса, да, и туда просто сложно, это большая работа вообще, подавать документы, писать их туда, это все не так просто. Поэтому я считаю, что все-таки если вы вот уже студенты киношкол, это вы уже достигли какого-то уровня определенного, теперь ловитесь, крутитесь, учитесь, обменивайтесь опытом вот в своей среде, и делайте что-то реальное, делайте какой-то короткий фильм, и посылайте, ну, обычно школы там помогают, тоже у них есть свои связи уже с фестивалями, они знают, куда можно посылать. Вот через это, скорее всего, я бы, это мое мнение для студентов. Я тут тоже, да, добавлю, потому что это практически важное обстоятельство. На самом деле, куда бы вы не подавали свой проект, готовый или в стадии развития, как правило, внутри вот этой отборочной комиссии есть некие тьютеры, которые работают на институции следующего порядка. То есть они, как в футболе, знаете, или там в модельном агентстве, они высматривают с тем, чтобы потом как бы отправить выше, а там выше есть еще выше, и вы, подавая вот на какой-то региональный или первого уровня отбор, селекцию, вы, не догадываясь об этом, на самом деле подаете, ну, практически на оскор. Потому что, если картина будет успешна, она пройдет все эти шаги. Как, в принципе, ну, почти так произошло с братом и сестрой Харбугаевыми, которые сделали фильм «Выход», который тоже будет здесь показан. Правда, не с фильмом «Выход», а там с следующей работой. они были абсолютно никому неизвестны. Точнее, начинал сам Максим. Режиссер из Якутии, там папа у него владелец ресторана, дал денег на фильм, он начал, пошел, 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 и вот сейчас его картина была пятерка номинантов. Здесь в зале есть, допустим, режиссер, студент, который подал картину на отбор на «Артоп-фест», она тоже здесь будет показана, вошел в главный конкурс. И дальше там тоже есть некие механизмы. Но также я хотел бы от истории успеха сказать и о серьезных подводных камнях. Дело в том, что я лично знаю немало авторов, которые в этих птичинках, школах и прочих там фестивальных утонули за своими фильмами. Не всплыли. То есть они пошли этим путем и просто вот там изгинули. Даже здесь, в Казахстане, я знаю людей, которые уже несколько лет вот я просто вижу с одним и тем же проектом кругом идут по всем птичингам. Ничего им уже не надо, кроме оплаченного билета и экскурсии по городу. И уже я не верю, что этот фильм, я о конкретном фильме говорю, я уже не верю, что этот фильм когда-то состоится. Потому что человек как бы ну просто подумал, что это и есть успех. И даже он уже не хочет делать фильм, потому что ему нравятся вот эти путешествия, оплаченные фондами. Я еще добавлю эту вещь, оттолкнувшись от того, что Виталий сказал. Дело в том, что когда вы студенты и как бы вот подаете вот в этом направлении студенческие конкурсы, вам не нужен продюсер. А вот в основном уже вот эти все, даже эксуриенты, все в принципе тебе нужна компания продакшн, то есть тебе нужен продюсер, юридическое лицо, который будет это все подавать, все эти ваши документы и будет вести этот проект. То есть опять же, и инвестировать туда. Ну и искать деньги, все-все-все. Вот это я буду говорить позже сама. Вот, но просто к тому, что опять же, у вас уникальная, можно сказать, идеальная ситуация, когда вы студент, вам не нужен продюсер, потому что фактически продюсером выступает ваша школа. И она вам помогает продвигать ваш фильм, вас самих и все. Пользуйтесь этим максимально. То есть делайте именно кино, завершите его, сделайте короткий фильм, сделайте его в рамках своего пребывания в учебном заведении, воспользуйтесь поддержкой ваших педагогов, руководства, самой школы. Вот возьмите максимально оттуда, не начинайте сразу там окучевать весь рынок, который существует, потому что действительно такая опасность здесь, можно утонуть в этом, во всем, даже если вас куда-то выберут вначале. Возьмите сначала то, что у вас в руках, да, воспользуйтесь этим. И если вы талантливый, если у вас фильм не сильно хороший, дальше вас найдут. Даже, может быть, вы не сами должны будете задать вопрос, и найдут, вам помогут дальше. Но первый шаг вот это основное использует. Да, я хотела бы добавить, что у очень многих фестивалей сейчас есть и довольно давно конкурсы студенческих картинок. А это не есть в Амстердаме, есть на Визион Сюрель, есть в Литске, по-моему, естественно, есть в Туринии. Ну, короче говоря, и даже на Форд-Докс есть, но только, может, национальные конкурсы, если я не помню, в Торото. Ну, короче говоря, студенческие конкурсы есть у очень многих фестивалей, и действительно есть смысл попадать в эти программы, то, что называется, либо дебютные программы, которые тоже есть отдельные, либо студенческие. Но я пока говорю о тренинговых программах, которые, мне кажется, тоже полезны именно для начинающих людей, вне зависимости от возраста, и того, учатся они в киношколах или нет. Мне кажется, ну, то есть, масса же журналистов хочет заниматься за документальным кино. Так вот, я говорю о тренингах, программах, которые позволят вам расширить свое представление о том, что такое документальное кино как искусство, и что такое документальная индустрия, кто в ней работает, что это за люди, какие тут возможны международные контакты. В этом смысле интересны институт Кубра в Дохе, который не ограничен никакими, так сказать, цензурными требованиями измолен на расположение в мусульманской стране. И, да, они любят восточные темы, но у них прекрасные есть лаборатории, посмотрите, на ицайте с тьютерами из разных стран, у них хорошее отношение с Голливудом, например, и у них была, моя там приятница продюсер, была у них на тренинговой программе драматургии и выступал известный драматург, выступал руководителем мастерской. Так, есть еще замечательный нидерландский фильм «Фондс», у которого теперь я уже перехожу к питчинг-платформе и к местам, где возможно осуществление поиска по продажному платформу. Интересная штука нидерландский фильм «Фонд», у него нет собственно питчинга, но вот как например «Санденсовск», «Топлэг», они называют, они принимают просто заявки на актуальные проекты по исторически, что ли, по актуальным социальным политическим темам. Ну, поскольку, как мы знаем, нидерланды ведут серьезную свою политику по распространению демократических взглядов, их интересуют исторические процессы в современности. И вот, кстати говоря, Милана, не от нидерландского ли фильм фонда получила? Я думаю, что с вами «Бертафан» не было. «Бертафан»? Нет, «Бертафан». «Бертафан» недавно существует. «Бертафан» Но она назвалась по-другому фестивалю. Ну, да, она была. Вот, кстати, амстердамский фестиваль очень гордится своими… Извините, не могу, не принимают мой файл. Это… Сейчас… Ну, черте что, показали. Так, секунду. Что тут рассказывали? Не надо ничего. А судно ничего не добавляет но все-таки она как-то делает узнаваемо. Так вот, амстердамский фестиваль ИТФА, внутри него есть прекрасная инициатива, которая называется «ИТФА Бертафанд». ИТФА Бертафанд это помогающая финансовая организация для актуальных социально-политических социально-политических сосредоточенных на актуальных темах проектов. Если у вас проект, который озабочен какими-то текущими социальными и политическими вопросами, то прямой смысл обращаться к ним. особенно они приветствуют документалистов из развивающихся стран. В общем, это их акцент страны Латинской Америки, Восточной Европы и Азии и, естественно, Африки. У них довольно большой объем по количеству проектов финансирования и довольно небольшие деньги выделяются на каждый отдельный проект. Потому что они считают, что они закономерно считают, что они дают старт проекту с небольшими деньгами в странах, где кинопроизводство стоит относительно недорого, а дальше с этой платформы люди могут стартовать для дофинансирования на более устойчивых институциях. Поэтому Итфедертофанд у них очень щадящие правила по моему приема, у них довольно большой процент отбора проектов, поэтому я думаю, что кинематографистам, которые сосредоточены на политических темах, на социальных или политических темах, то есть я имею в виду, что бесполезно подавать к ним фильм о Кроватах. Есть смысл сосредоточиться на текущей современной истории. Итфедертофанд форум. Никому не рекомендую из молодых людей. Самая известная, вы, наверное, о нем слышали, самая известная питчинг платформа, питчинг институции, существующая много лет. Амстердамский фестиваль был пионером в питчинг в форме поиска продюсеров и сопродюсеров. Никому не рекомендую, потому что, как говорит наш друг и коллега Диктор Косаковский, это платформа для Дернара Херцева. То есть для проектов людей определенный бонус. То есть им очень уже высокого уровня. Так, вот и твбертофанд я рассказала. Итфоакадо, я о ней упоминала, это сугубо тренинговая платформа по разным направлением. Ну, например, у них есть группы, которые занимаются, условно говоря, а, вот, моя коллега была позапрошлым году в Итфоакадемии на документальной дистрибляционной мастерской. Есть для операторов, есть для монтажеров, есть для продюсеров. Итфоакадемии занимаются, они, по-моему, в течение как-то всего года, и в Голландии, они приезжают в Голландии, там, по-моему, на три недели летом, еще как-то, я за графиком не очень следила, но это очень полезно, потому что, посмотрим, правду славы, Голландия сейчас столица и штаб-квартира артис документального кино, там располагается большое количество компаний, производящих высоких документалей, креативное документальное кино, поэтому просто само, и эти же люди выступают тьюторами, как правило, в Итфоакаде, поэтому есть смысл попасть на тренинг-платформу и с нее стартовать в Итфоакаде для получения каких-то первых денег в проектах, потому что выпускники режиссерских программ и Итфоакадами они, как правило, главные получатели денег первых, денег на их выберут. интересная инициатива на фестивале в Шеффилле происходит. Это один из старейших европейских документальных фестивалей, главный фестиваль. То есть я считаю, что это мой опыт поедет в Шеффилл говорит о том, что это столица документального кино на английском языке. И все-таки надо это иметь в виду, что именно там сосредоточены главные сервис-агенты, которые занимаются распространением в фильмах панлоязычных странах, продюсерские компании, каналовещатели, платформы. Вот все, кто работает на английском языке, они, как правило, оказываются на Шеффилд маркетплейсе в качестве покупателей и, возможно, у них есть, я говорю о них, потому что у них есть питченговая платформа тоже, там ты получаешь доступ к англоязычному документальному рынку. и если у вас есть проект, который явно может претендовать на такого рода международное звучание, акцент у них явно телевизионный по содержанию, фестиваль существует в этом смысле художественно, то есть содержательно, фестиваль существует несколько отдельно от Шефф маркетплейса. Вот сейчас его, например, возглавляет как артистик, директор мой бывший коллега, который был вторым программером на Ильфе, Рауль Замбрано, он явно был ориентирован бордом фестиваля на более артистическое документальное кино. А вот на маркетплейсе, на Шефф маркетплейсе, явно востребованы проекты с телевизионным таким углубленным репортажным акцентом. Это, если я была на этом питчинге и два года назад, и это было очевидно. Для наших азиатских друзей и коллег еще интересное место, когда уже у вас есть какая-то минимальная финансовая стартовая площадка, хорошее дело, это событие для Рошеля, которое называется Саним Сайтов и Дор. Для Рошель Франция это большая питчинговая платформа, как раз наоборот ориентированная на франскоязычную Европу и Канаду. То, что интересно в этих регионах, там рассматривается, но если говорить о Шеттилде, ну и про форум я вам сказала амстердамский, если говорить о Шеттилде или Аля Рошеля, Саним Сайтов и Дор, нужно иметь в виду, что здесь, как правило, вам уже очевидно нужен продукт, как правило, нужны первые национальные любой страны деньги, какие-то и принимаются для дальнейшей пичинной работы проекта с уже каким-то устойчивым началом. И вот собственно последние небольшие идеи это Курсанский фестиваль в Южной Корее. Я просто перехожу в трем площадкам, на которых востребовано именно азиатское кино. Пусанский фестиваль Южной Корее, где есть тренинговые программы, но главное, что есть питчинг-платформа для проектов из стран, из азиатских стран. Это россияне, насколько я помню, никогда в этих питчингах не участвовали. Хотя значительная часть нашей страны находится в Азии, но именно потому, что директорат Пусанского фестиваля говорит о том, что их интересуют по-настоящему культурно- азиатские страны. Интересная инициатива в Индии с довольно большими деньгами от национальных фондов называется ДОП-ИЧ. Это в Калькурте. В этом году она будет проходить онлайн, но очень реально с азиатскими проектами, я имею в виду не по производству азиатскими, а тематически азиатскими проектами, собственно, по национальности автор не имеет значения, с тематически азиатскими проектами попасть на ДОП-ИЧ. И Токио ДОПС это вообще очень интересная инициатива с огромными деньгами, финансируют ДГО и входят в производство большие японские телеканалы. У тебя не было с ними связей? С Токио ДОПС? Это интересная была ваша это самостоятельно не подразумевая никакого присоединения ни к какому фестивалю платформа, которая пытается обнаружить проекты связанные с Японией по преимуществу. Международные проекты, которые связаны с Японией. Они заявляют о том, что им интересны любые проекты из разных азиатских стран, но на самом деле занимаются они собственной культурой, собственной страной. И вот проекты, связанные с Японией, всегда европейские и американские всегда поддерживаются на Токио ДОКС. Там довольно большой фонд национальных телеканалов создан для поддержки таких проектов. Вот мне кажется, что с практической части все. Я хочу про Питчен еще уточнить такую деталь, что Питчен он ведь направлен на поиск партнеров для вашего проекта в первую очередь. То есть это не то, что вы участвовали в конкурсе в национальный киноцентр, где вы победили и получили финансирование. Отнюдь вы предъявляете проект, который рассматривают продюсеры, сельс-агенты, комиссионные эдитеры, фестивальные отборщики. И каждый может вам, если он заинтересуется вашим проектом, он может предложить только в рамках своих полномочий. То есть, например, фестиваль говорит, знаете, вот нам этот проект интересен, когда он будет готов, вот давайте нам его присылать. Или сельс-агент говорит, я готов рассмотреть возможность поставить ваш проект в свой каталог. Конечно, лучше, если к вам присоединится комиссионный эдитер, который скажет, окей, нашему каналу проект интересен, давайте мы может быть даже в айдио-проект или какой-то оформим припай продюсер, вот таких продюсеров, которые ходят по пичингам с собственными деньгами, с чемоданчиком денег, в природе не существует. Ну, легенды ходят, что есть где-то такие, никто пока не видел пока таких. Продюсеры, которые участвуют на пичингах в качестве вот тех самых отборщиков, они все работают с какими-то финансирующими институциями, с национальными, как правило, кинофондами, и они смотрят на проект и как бы сразу считают, вот этот проект пройдет через их кинофонд, наберет баллы для того, чтобы его получить финансирование, насколько он конкурентно способен, никто не хочет тратить время на риски, хотят взять тот проект, который как минимум 90% вероятности что он пройдет и тогда этот продюсер получает либо на своем там, я не знаю, подни, телеканале, национальном киноцентре, получает деньги, которые вкладывают в проект, но опять же, не деньги, вот так вот, чисто деньги, это Марьяна все расскажет, я просто сейчас обозначаю смысл пичингов, пичинги, которые имеют свой призовой фонд, который вот непосредственно инвестирует в проект, ну крайне мало, можно сказать, их почти нет, мы, как Артуркес, как институция, вот сделали первую попытку в этом году, собрали, опять же, не свои, а собрали деньги, которые попытались инвестировать в проекты, буквально месяц назад, Марьяна была членом жюри, мы получили, мы, собственно, идея этого пичинга заключалась в том, что сейчас воюющая Россия очень активно вербует молодых авторов в свои ряды, чтобы они исполняли некий идеологический заказ, и нам показалось, что просто писать, что не хотите деньги в августе гулять, ничего не предлагая взамен, как бы альтернативу, не вполне корректно, поэтому мы вот собрали деньги и решили поддержать 10 проектов, которые рассказывают о мире, в котором есть война, то есть не то, что прямо про войну, а просто о изменившемся мире, и эти 10 проектов, все 10 проектов получили финансовую поддержку, самая большая поддержка была 20 тысяч долларов, ну а там дальше по не спадающим по 10 тысяч, там 3 проекта и так далее, и некоторые проекты были совсем ну совсем независимые, они там заявляли проект, стоимость проекта, я сейчас точно не помню, 7 тысяч, какие-то были, вот мы тогда просто полностью покрывали бюджет этого фильма, чтобы он был реализован, но опять же повторюсь, это абсолютное исключение из правил, мы, вот с Марианна, как продюсер фильма «Родные», мы прошли все основные пичинги, в том числе и вот этот главный пичинг «Инфо Монстрдаме», долго рассказывали тем самым японцам, что такое Украина и почему фильм «Родные», и в чем разница, часами. «Прости, но вы были как раз на форуме для верного «Херцога», вы были на главном самом деле?» «Да, на главном, да, но тем не менее, долго-долго ЛНЧК нам ворочило голову, в конце концов они решили, что это для них не актуально, так, да? «Ну, потому что это было до 22-го года», «Да, да, да, кстати, они сейчас купили карту, «Да, да, наконец дошло, да, и как что-то произошло, но это просто обраком пропитчество». Ну и последний, вот у меня есть, как я понимаю, еще 4 минуты, я хотела бы ваше внимание обратить на то, как представляются ваши проекты на питчингах, а в этом надо помнить о том, что вы должны, как правило, за сколько, за 10-15 минут создать, нет? 7 минут. Ой, 7 минут. Включай трейлер. Включай трейлер, когда на минутник как правило. Поэтому вам нужно хорошо понимать, как вам представить свой проект, и в этом смысле вообще очень хороший опыт так вот раздумывания над фильмами, в смысле над чужими фильмами и формулировать того, что называется лоу-лайном фильма. Поэтому, чтобы изложить смысл, художественный смысл, контент фильма в одной двух фразах, которые в Америке и в международной индустрии называются лоу-лайном. Короче говоря, вам надо помнить, что фильм, конечно, художественное произведение, но и бизнес-проект. И поэтому вам нужно иметь в виду, как правило, лучше, если с проектом выступает продюсер, мой опыт говорит об этом, что лучше, когда с проектом выступают не авторы, а продюсер, который дает представление о том, в чем смысл будущая реализация, перспективность проекта, в чем то, что называется human form, человеческий ключом, что заставит зрителя ему сопереживать, в чем социальная и политическая значимость проекта, что всегда важно в документальном кино, даже если вы делаете фильм о чем-то отвлеченном от политики, короче говоря, есть смысл представлять проект так, как будто вы говорите не с тем, от кого зависит реализация проекта, а собственно с тем, кого вы хотите перетянуть в свою сторону в качестве, возможно, члена группы или там соавтора. важна такая позиция, как unique selling point, то, что это называется в международной индустрии, это то, что делает ваш проект уникальным на рынке, неповторимым, необходимым к реализации. и, конечно, заинтересованность каких-то будущих платформ, то есть вещательных платформ сейвс-агента, об этом тоже нужно подумать заранее. Я понимаю, что это все понятно профессионалам в индустрии, но я просто обращаю ваше внимание на то, что к этому надо относиться серьезно. Какие-то жизни с Валяной. И есть еще такая спасибо. Что это такое? Как вы его закрыли? Клуб за курс. Да. А как это закрывается? Вот так? Нажмите на компьютер, там внизу слева от вас кнопочка я сейчас не вижу. На клавиатуре? Непосредственно на экране. На экране? В принципе у нас все устраивает. Или кнопку Escape нажмите. Вверху справа она находится. Спасибо. И есть вот я хотела вам показать то, с чем люди представляют свои проекты на больших ну или небольших но печен в форумах. Наша российская документальная режиссер документалист Влада Санду была девочка прислала мне Молдаванка. теченая декория. Нет, но она российский режиссер я имею в виду. Она муж и Молдаванка. Но она вообще из просто короче говоря она не открывается. У меня есть такое понятие как пич дэнт. Это буквально брошюра о проекте. Вот Влада Санду уже известный довольно режиссер она же сделала сериал довольно известный. Она решила сделать фильм о своем драматическом детстве на переломе эпох в 90-е годы который в ее жизни детской жизни пришелся на чеченские войны когда она ее семья ее мама оказались в Чечне и вот пич дэк она прислала мне свой пич дэк просто для демонстрации того как это может выглядеть при она получила финансирование в Сандансе и на по моему форуме как раз в Амстердане я бы настраивала все так чтобы открывать публику дрэк не дрэк не ります не дрэк г дэк не грн под дэк лэк 쿠 Дэк 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 дев Материал скинетесь, да? Да, да, материал скину вместе с этим пичтеком. Ну, то есть я скину нашим коллегам Алматы, и просто мне хотелось его показать как успешный пример пичтека, где есть эмоциональное содержание, то есть она транслирует через этот пичтек и эмоциональное содержание, и политическое, и историческое. Фильм называется «Память», и сделан он на основе семейных архивов и хроники, главным образом, семейных архивов и хроники, хроники, я имею в виду кинохроники, телехроники чеченских воинов, об ее детстве в Чечне охваченной войной. А еще нет? Нет, ну, может быть, действительно, я это все равно рассылаю, вы это увидите. Можно? А интернет? Мне кажется, надо просто это, не хватать чужое время, а у вас же распространенное более практическое выступление. Но мы сейчас перерывчик делаем. Да, по феврике. Нет, но я обещала, что не закончится в 11, я почти-почти. А можно спросить? Да. А вообще, насколько на этих пичингов, которые вы сейчас вам рассказали, важно наличие документального материала? Потому как я пробовал выступать на разных российских пичингов в прошлом году, и меня даже не принимали, потому что говорили, что у меня нет документального материала. Да, но у меня не было возможности как бы снять его, потому что мне нужны были деньги на экспедицию. Вот такая вот пичинга. Это нереально, трейлер это нереально. Но, но, можно всегда сделать трейлер, да. Но можно всегда сделать трейлер до экспедиции на референсном материале, на фотографиях. У меня был опыт, я пичинговал картину, которую снимал в Северной Корее, до экспедиции в Северную Корею. И я использовал трейлер, скорее, как рекламный моно для участия продюсеров в проекте. И этот трейлер совсем не был похож на потом финальный фильм, то есть я даже могу сказать, что я сделал. Я показал всем известную, ну, взял всем известную хронику похорон Кима, когда, значит, бьются подучи граждане Северной Кореи. Я показываю эти кадры и говорю своим голосом, вы хотите знать, что эти люди думают на самом деле? И дальше я показываю просто фотографию контракта с севернокорейской стороной о моем праве туда поехать. Все. И это просто срабатывало в самом лучшем образе. То есть на пичинге не обязательно свои авторские права, да, иметь на тот материал, который вы заявляете как референс? Пичинг это вообще не публичное использование. Там можно что-то делать, можно просто взять фотографии, не знаю, близкие по эстетике, сделанные даже в другом регионе, я знаю, в других обстоятельствах, и из них создать некий образ будущего фильма. И сказать, ну, я хочу делать черно-белую картину, формат кадра вот такой, картина будет настроиться на ручной камере или на статичной камере, в ней будет то-то и то-то, и просто на этих фотографиях рассказать. Это, конечно, не значит, что это точно сработает, но это, по крайней мере, его, по крайней мере, будут рассматривать. Я сам являюсь отборщиком Печенка, и просто мы не смотрим проект, если нет никакого видеоматериала. Просто он не читает даже аннотацию. Последняя моя фраза, я как раз об этом хотела сказать, о последнем, что вам нужно продемонстрировать в своем видеоматериале свое концептуальное мышление, концепцию своего фильма, эстетическую концепцию. Что вы используете в качестве видеоматериала, это вообще не важно. Можно создать фотофильм. Важно, но желательно. Нет, но важно. Не важно, насколько это потом совпадет с будущим изображением. Люди рассказывают про то, как Алан Берлинар на Сандэнспитчинге представлял свой будущий фильм о конце бумажной периодики. Он просто собрал фотофильм, одну историю, законченную историю с фотографией из Нью-Йорк Таймс. Это не имело прямого отношения к его дальнейшему проекту, но это имело отношение к эстетике его фильма. И это был ману, что это была зрительно законченная история. Открылся, Эдуфайл. А, открылся. Мне не хочется уже... Ладно, мы с удовольствием посмотрим. Ага. Мы меньше будем пить кофе. Так вот, это фильм, который представлялся, по-моему, на больших питчинг-форумах и получил, по-моему, гидфодское, мне кажется, финансирование, не буду настаивать. Три первичных компании включились в его производство. Вот заставка проекта, это PDF-файл, заставка проекта и далее. Это фотография времен Чеченской войны. На этой странице рассказано, кто что делает фильм. Вот это все просто. Кто делает фильм, кто его продюсер, и кем он уже поддерживает. Лог-лайн. Главный вопрос современности. Она буквально говорит о том, что это i-фильм, то, что называется i-фильм, фильм автора о самом себе, и о том, как в ее судьбе отразилась война. И эта фотография не ее личная фотография. Эта фотография просто фотография соответствующего времени. Дальше. Синопсис. И вот здесь уже возникла ее фотография. Одна из немногих сохранившихся фотографий из ее детства, потому что весь семейный архив сгорел, ее мама стала инвалидом в связи с обстрелами. Она просто рассказывает, о чем будет картина, довольно распространенная. В честь картинки она как бы настраивает на определенную эмоцию. Есть небольшое видео, которое она смонтировала из имеющихся видеоматериала. И есть образец оператор спиралов. С моей точки зрения здесь важно, чтобы он такой. Это наверху, в углу, сама Владлена, которая будет главной героиней картины. Дальше справки о продюсерах, об авторе, о том, почему она... Эти справки, биофильмографическая справка, дает представление, почему она взялась за эту картину. Намерение автора, что она хочет сказать через фильм. Вообще, мне кажется, что было бы лучше, если бы это было покороче. Да. А это именно на питчинге использовалось? Это именно на питчинге использовалось? Или это материалы к... Да, это материалы, которые раздаются на питчингах. Это то, что печатают в каталогах, на самом деле, в каталогах. Для питчинга печатаются... Ты сначала подаешь документы, где должны выбрать сначала. Если тебя выбрали, то форум печатает в каталог специальный и подается в 70-жайкеры. А какой размер... Вот вы показывали предыдущий сейчас файл. Какой размер более... Вы сказали, очень большой файл. Да, потому что это даже бессмысленно об этом думать, потому что, в принципе, у каждого форума есть свои... Вот вы начинаете заполнять, они пишут, допустим, столько-то знаков или столько-то храницей. Вы просто следуйте это. Немножко они могут раздевать. Но она создала питчдек еще и для кинорынков. Она создала... Вот эти питчдек, ее компания создала еще и для кинорынков, для преселива. Выступление продюсера, который рассказывает о своем опыте и о значимости этого проекта. Но это их личные материалы. Я думаю, что в каталогах они присутствуют в гораздо более сокращенном, компактном виде. Это то, что они могли сами напечатать и на рынках раздавать, кто хотел, кто интересовался. Вот еще пример. Решение. Это кладбище. Визуальный концепт. Оператор. Мне кажется, что это важно, потому что создавать такой питчдек важно для структурирования собственного представления о своем проекте. Когда вы думаете о том, как проект будет реализован, как он будет потом продаваться, в чем будет его безусловное своеобразие и значимость. В чем будет его значимость. Мне кажется, что это очень важно. И в чем визуальное решение, что питчдеки очень важны для того, чтобы вы структурировали свой собственный проект в собственном создании. Все. Спасибо.